Ну, о происшедшем в Москве уже раструбили все СМИ, учитывая, что нападавшие на мужчину с ребенком были, скажем так, нерусской национальности. Но я хотел бы кое-что к этому добавить. Сначала прочитаю новость, о которой не говорят. Вернее, новость, о которой говорят все, но какие-то подводные камни, о котором многие замалчат. Зачитываю. В столичном ГУ МВД раскрыли подробности о задержанных за драку в районе Новые Ватутинки. По данным силовиков, все четверо являются уроженцами государств Закавказья. Все четверо задержанных за драку в Новой Москве являются уроженцами одного из государств Закавказья. Трое получили российское гражданство. Об этом сообщил представитель ГУ МВД столицы. Ну и так далее. Ну, новость как новость. Впрочем, меня ничего не удивило. Дело тут в другом. Не кажется ли вам, что когда речь идет об Армении или уроженцах Армении, в СМИ говорится конкретно об армянах и уроженцах Армении. Когда речь идет о грузинах, о дагестанцах, о чеченцах и прочих, конкретно все это указывается. Вот недавно, когда избили, скажем, молодого человека, который заступился за девушку в московском метро, это были уроженцы Дагестана. И об этом прямо и сказали, что это уроженцы Дагестана. Но когда речь идет об Азербайджане, в российских СМИ говорят одна из закавказских республик. Почему не говорят прямо, что это азербайджанцы? Почему мы, представители других закавказских республик, должны опускать, склонять головы перед этими варварами? Почему это делается и причем на протяжении уже нескольких месяцев? Обратите внимание, когда группа азербайджанцев на Урале, в Новосибирске или в Красноярске, я уже не помню, буквально 3-4 месяца назад угрожали женщине, семье одного полицейского, что они расправятся с этой семьей, тоже говорили представители одной из закавказских республик. Когда в Арцахе, в Карабахе были прилезены эти бородачи, наймиты из исламского государства, в России тоже говорили о том, что одна из сторон закавказских республик прибегла к помощи вот этих самых исламистов. Ну, здесь только стоило бы доказываться, догадываться, кто именно Армения это делала или Азербайджан это делал. Ну, в общем, получается так, что в Закавказе три страны, три республики. Одна называется Армения, другая называется Грузия, третья называется одна из закавказских республик. Может быть, тогда азербайджанцам и переименоваться в одну из закавказских наций? В принципе, им-то и не привыкать особо, как они будут называться, курдами, азербайджанцами, азербайджанскими турками, или просто турками, или закавказскими татарами, или медийцами, или албанами. То есть там много всяких народов и наций, которых можно и назвать, в принципе. И название одной из закавказских наций, в принципе, им будет применимо. Мне, как этническому армянину, честно говоря, неприятно, что я должен тоже ходить, значит, с поникшей головой за представителя одной из закавказских республик. Или, например, я думаю, вот меня снимает представитель Грузии, ему тоже было бы неприятно. Он тоже хотел бы, наверное, знать, кто конкретно по национальности эти самые нападавшие. Я прав, нет? Все так, все так, я согласен. Так что, давайте говорить уж честно, если это азербайджанцы, значит, это азербайджанцы. Либо предлагаю альтернативу. Что мы делаем? Вообще не упоминая. Потому что, действительно, у ублюдков нет национальности. Сегодня напали одни, завтра напали другие. Там и русские могут быть, и ингуши, и кто угодно может быть. Можно и не упоминать. Ну, просто объявить это как факт происшедшего. Ведь такие факты происшедшего происходят практически каждый день. Россия огромная страна. Она состоит не только из Москвы. И каждый день кто-то на кого-то нападает. И так же бесцеремонно, так же некрасиво. И в присутствии детей в том числе. Ну, именно когда это представители одной из республик, почему-то об этом объявляется. Но когда конкретно из одной республик, не говорится, что это азербайджанцы. Сколько это может продолжаться? А может вы все-таки скажете еще, что одна из сторон закавказских республик сбила вертолет в небе над Арменией? Почему вы это не сказали? Пусть все догадываются, кто интересно это сделал. Какая из сторон. То есть вы отслеживаете, да, вот эту вот ситуацию. А я вам скажу, почему так происходит. Так происходит потому, что один из этих нападавших работает в структуре года Ниссанова. Это действительно так. Поэтому это и происходит. Более того, я вам скажу, вот эти рыла, которые вам показали, это вовсе не они. Тут вот фамилия, получается, трое Гасановых. Сейчас я попытаюсь найти. Их имена. Фарамас Гасанов, Эльджан Гасанов, Ильхан Гасанов, Араз Мусаев. А лица показываются какие-то центрально-азиатские. Не странно ли? То есть тут азербайджанские имена, фамилия, а лица центрально-азиатские. Либо они какая-то повесть с азербайджанцами. Либо это вообще другие люди, чтобы не подставлять, не показывать настоящих Гасановых и Мусаевых. Показали вот этих вот, скажем так, отпущения. Чтобы те отдувались за этих. Либо же они просто попали под эту струю. Показали казахов, но выдали их за азербайджанцев. Слушайте, вы кого за идиотом вообще принимаете? Мне вот Маргарите Симонян хочется тоже обратиться. Хотя уже к ней обратился Рамзан Кадыров и сделал это правильно. Ты, ну не буду грубо выражаться об этой женщине. То есть сама одна из представительниц этого самого Закавказья. Более того, ты везде там в Москве трубишь и говоришь о том, что была в Армении всего два раза. Вот буквально в двух шагах вот здесь улица Туманяна. И вот туда вот направо квартира стоит, где вы, куда вы часто довольно-таки приезжаете с Тиграном Киасаяном. Кто знает, вот Туманян Шаурма, вот на третьем этаже их квартира. То есть ты одна из представительниц этого самого Закавказья. Либо ты конкретно говори кто, либо вообще заткнись и молчи. Не нужно трубить о каких-либо национальностях, когда речь идет о таких подонках. Потому что у представителей закавказских национальностей, у представителей кавказских национальностей довольно-таки много достойных людей, о которых можно и нужно говорить. И их немало. И среди чеченцев, и среди ингушей, и среди армян, грузин, осетин и многих других. А уж когда вы говорите об азербайджанцах, так и говорите, что это азербайджанцы. Вот о чем я, в принципе, и хотел сказать. Я понимаю, что эта новость уже, как бы сказать, задним числом, но просто уже накипела, и я хотел высказать, высказать свои мысли. Вот 9 ноября они там вроде бы как собираются, как они сказали, отмечать победу в Отечественной войне. И палат Бульбуль-Углы, Бульбулевич, он, значит, распространяет приглашение. Приглашение, кстати говоря, вот мы пробили, будет возле Киевского вокзала в Москве мероприятие отмечаться в здании, которым, во всяком случае, раньше принадлежал другому представителю одной из Закавказских республик, Тельману Исмаилову, который находится в розыске. Ну, в принципе, его уже нашли, но Черногория его не выдает. Ну, судя по всему, что они именно там будут праздновать, соответственно, это здание до сих пор так и принадлежит семье Тельмана Исмаилова, уроженцу одной из Закавказских республик. Впрочем, если вы не против, я так и буду называть этот народ и эту республику. Спасибо всем за внимание, психического здоровья вам. Не хлюйте на туфту, который нам выдает постоянно РИА Новости, а тем более Russia Today, ну и так далее. Слушайте свое сердце, свои мозги, будьте хорошими, нормальными людьми, не поддавайтесь на всякие вот эти вот провокации. Россия интернациональная страна и лбом никто никого не столкнет. Еще раз спасибо.